Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Следите за собственным самочувствием. Как правильно действовать при первых признаках ОРВИ. Средства индивидуальной защиты и санитарная обработка. Как работает общественный транспорт Сарове. Аттестат в выпуске получат без экзаменов. Определили сроки сдачи ЕГЭ и начало приемной кампании. Далее расскажем обо всем подробно. Почти 9 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Таким образом, общее количество зараженных с начала эпидемии достигло 326 тысяч человек. Число выздоровевших приближается к 100 тысячам. 3249 человек умерли. Между тем, в городах продолжают постепенно снимать ограничения. 65 санаториев в Сочи с медицинской лицензией могут начать работать уже с 1 июня. Это возможно при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. На пляже можно будет попасть только по санаторно-курортной путевке. Лежаки будут расставлять с учетом социальной дистанции. В Нижегородской области начинает стабилизироваться ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе зарегистрировано 202 новых случая. Всего с начала эпидемии подтверждено 7615 диагнозов COVID-19. Вылечились от коронавируса более 2000 нижегородцев. В поселке Гремячево у Кулебакского района сняли ограничительные меры. Закрытыми на карантин остается 7 населенных пунктов. Село Паченьки и Дивеево. Городские округа Выксы, Кулебаки, Павлова. Рабочие поселки Томботина и Мухтолова. В Вачском, Сергачском и Большеболдинском районов в рамках постепенного снятия ограничений, связанных с коронавирусом, открыли три детских сада. В Сарове за сутки не прибавилось зараженных COVID-19. Их по-прежнему 92. Выздоровели 48 саровчан. Несколько пациентов, проходивших лечение в стационаре КБ номер 50, перешли на амбулаторное лечение. Один человек еще лечится в Приложском окружном медицинском центре. Замедлившийся прирост зараженных позволяет надеяться на стабилизацию обстановки с коронавирусом в нашем городе. Основные и дополнительные показатели по заболеваемости коронавирусом в Сарове дали возможность согласовать с ФМБ предложение по переходу на второй этап снятия ограничений. И теперь вместе с решением оперативного штаба мы их сегодня отправляем губернатору нашему Нижегородской области с тем, чтобы он рассмотрел нашу территорию, для того, чтобы мы перешли уже на второй этап. И это ура-ура то, чего мы ждали. С переходом на второй этап снятия ограничений в Нижегородской области возобновят работу непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, уличные торговые точки, а также отдельные образовательные учреждения и организации, оказывающие услуги в сфере красоты и здоровья. Тоже начата с сегодняшнего дня работа комиссии, которая будет определять, что под эти все показатели данная парикмахерская подходит. Будет, мы готовим сейчас письма во всех парикмахерских, какие именно требования будут. Комиссия будет потом проверять выполнение этих требований. Разработали также предложение по возобновлению работы стоматологических поликлиник и проведение плановых медицинских осмотров и операций. Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гомолемин Здрава России. Все они здоровы, побочных эффектов не обнаружено. В ближайшее время специалисты рассчитывают начать официальное испытание вакцины на добровольцах. Если исследования пройдут успешно, то производство вакцины от коронавируса в России могут запустить уже в августе этого года. Будете ли вы делать прививку от коронавируса? С таким вопросом мы обратились к горожанам в соцсетях. 48% участников опроса не согласны на вакцинацию. 27% положительно отнеслись к возможной профилактике COVID-19. Четверть опрошенных сделают прививку только если их заставят. Во время пандемии нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Легкие недомогания, которые люди привыкли переносить на ногах, теперь могут быть началом тяжелой болезни. Особенно важно следить за своим самочувствием людям с хроническими заболеваниями. О том, как действовать при первых признаках острой респираторной вирусной инфекции, расскажем далее. Коронавирус пришел к нам совсем недавно. И пока нет единой картины протекания COVID-19. У каждого болезнь проявляется по-разному. У кого-то есть все признаки вирусного заболевания, кто-то чувствует лишь недомогание без высокой температуры. В любом из этих случаев врача необходимо вызывать на дом. Чаще всего оно сопровождается повышением температуры, но изредка бывает так, что температура не повышена, либо она совсем маленькая, небольшая, там 37,1,2. Безусловно, нужно вызвать врача на дом. Врач придет в любом случае, даже если температура не повышена. Под особым контролем медиков находятся пациенты с хроническими заболеваниями, которые могут дать осложнение при коронавирусе. Такие люди в группе риска и им, как никому другому, важно соблюдать режим самоизоляции. Для них в поликлинике есть специальная форма справок. Эта справка может быть заказана в поликлинике дистанционно. Мы проверяем по своим базам. Если у пациента действительно есть заболевание, которое подходит в эту группу, то ему выдается справка о том, что оно есть, и он предоставляет ее работу. Дать ли он, опять-таки, не должен привлекать человека к работам. На данный момент выдача больничных листов для этой категории граждан не предусмотрена, но нам известно, что обсуждается этот вопрос. Сдать тест на коронавирус в Сарове можно только по назначению врача. Берут его в специальных лабораториях бесплатно. Многие саровчане приходят в поликлинику без симптомов COVID-19 и требуют, чтобы им также сделали тест. Некоторые даже готовы заплатить за это деньги. Смысла просто ходить и делать платные анализы нет никакого абсолютно. Этот смысл появится, когда появятся тесты, которые проводят на наличие антител. Вот эти тесты, да, они будут говорить о том, заболеет человек или нет. Есть у него антитела, если в организме, то он не заболевает, значит, он уже в легкой форме, может быть, иногда даже незаметно для себя перенес эту инфекцию. По словам Марины Румянцевой, большинство зараженных коронавирусной инфекцией переносят COVID-19 в легкой форме. Поэтому необходимости в их госпитализации нет. Такие пациенты находятся под пристальным наблюдением врачей на дому. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Контрольно-пропускной пункт номер 2 в районе Балыково начал работать с 22 мая. Проходить через КПП горожане смогут ежедневно с 6 утра до 10 вечера. В течение двух недель будет проводиться мониторинг загруженности, после чего, возможно, график изменят. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июня минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком для неработающих граждан вырастет с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет. Соответствующий закон приняла Госдума. Максимальный размер при этом вырастет с 6 тысяч рублей до 13 с половиной тысяч. Для справки, повысить размер пособия по уходу за первым ребенком 11 мая предложил президент Владимир Путин. По его словам, такую помощь получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке. Прием граждан в налоговых инспекциях Нижегородской области ограничили до конца месяца. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС России, операционные залы не будут работать до 29 мая включительно. Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, осуществляется через специальный бокс, установленный перед входом в операционный зал. В центре внешкольной работы рассказали, когда откроются детские дворовые площадки. Напомним, каждое лето в нашем городе реализуется областной проект «Дворовая практика». Это сеть детских площадок, куда может прийти любой ребенок в возрасте от 7 лет и старше, вне зависимости от того, ходит он в клуб по месту жительства или нет. Вместе с ребятами постоянно находятся сотрудники Центра внешкольной работы, которые организуют игровые программы, спортивные соревнования и другие развлекательные мероприятия. В этом году старт пришлось отложить из-за угрозы коронавируса. Как сообщили в Центре внешкольной работы, предварительно проект «Дворовая практика» надеются запустить в июле. Но все будет зависеть от эпидемической ситуации. Вход без маски и перчаток в автобусы запрещен. Это обязательные требования для пассажиров и работников. Средствами индивидуальной защиты должны пользоваться все. О том, как работает общественный транспорт Цароя. Кто должен следить за соблюдением требований безопасности и как часто дезинфицируют салоны, смотрите в нашем следующем репортаже. Царовский общественный транспорт за сутки перевозит сотни людей. Сотрудникам и пассажирам ежедневно приходится соблюдать новые требования безопасности. В начале пандемии транспорт работал в интервальном режиме. Сейчас автобусы ходят по привычному графику. На первых стадиях изоляции, то есть с 28 марта, автобусы работали у нас в усеченном режиме. То есть по графику выходного дня вывели всех работников полностью на линию. То есть работаем в обычном режиме, по графику рабочего дня. То есть у нас на линию выходит 30 единиц. И в выходной день, согласно расписанию, там 11 автобусов у нас выходят на линию. Под новые условия работы в первую очередь пришлось подстраиваться водителям и кондукторам. Сотрудникам выдали многоразовые маски, перчатки и антисептики. Для профилактики автобусы обрабатывают дезинфицирующим составом два раза в сутки. Ночью во время стоянки и уборки и в течение дня. Обрабатывают салон полностью, то есть поручни, стекла, сиденья, полы, двери. Вот это делается ежедневно. Водители обязали контролировать нарушителей масочного режима. Но рассадить тех, кто не соблюдает социальную дистанцию, или отказать в посадке человеку без средства защиты, они не могут. Поэтому исполнение мер безопасности остается на совести самого пассажира. У водителя нет вот такой возможности, он же не может их выгнать. Вот, то есть если человек едет, тем более, допустим, сегодня погода у нас плохая, то есть не оставишь его на улице. Вот, и все равно проходит. Но пытаемся договариваться как-то с пассажирами, чтобы они одевали маски, хотя бы маски, не говоря уже про перчатки. Сотрудники транспортного управления призывают соровчан сознательно подходить к поездке в автобусах, надеть средства защиты и обезопасить тем самым себя и окружающих под силу каждому. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В этом году ЕГЭ начнется 29 июня. Как будет проходить итоговый экзамен в условиях эпидемии коронавируса? Когда выпускники школ смогут подать документы в ВУЗы? Как специалисты в сфере образования оценивают итоги дистанционного обучения? Все эти вопросы обсудил Владимир Путин на совещании с федеральными министрами 21 мая. 22 мая в школах завершился учебный год. Всю четвертую четверть из-за пандемии коронавируса ребята учились дистанционно. В первые недели учителя, ученики и родители столкнулись с массой трудностей. Интернет-платформы зависали. Было непонятно, как наладить взаимодействие, проверять домашние задания и объяснять новые темы. В группах Канал-16 в социальных сетях мы спросили горожан, как они оценивают результаты дистанционного обучения в школах. Большинство опрошенных, 64,5%, выбрали вариант «плохо». Тем не менее, специалисты в сфере образования говорят о том, что общими усилиями справиться с вызовом и наладить учебу удалось. Говорим огромное спасибо родителям, на которых легла большая нагрузка по оказанию помощи детям, начиная от информационных систем и заканчивая где-то даже помощью в объяснении материала. Но я хочу выразить самое главное и большое благодарность нашим педагогам, потому что тот режим, в который они вошли и обеспечили практически каждый педагог дистанционные, вот эти онлайн-уроки, да, у кого-то их было больше, у кого-то было меньше. В любом случае, на них легла самая большая работа, и они сделали ее достойно. 21 мая на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии президент Владимир Путин поручил в начале следующего учебного года проверить, как ученики усвоили пройденный дистанционный материал. Также глава государства озвучил новые даты проведения единого государственного экзамена. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен пронести по всей стране. Он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Аттестаты всем выпускникам выдадут без экзаменов. И ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые будут поступать в ВУЗы в этом году. На входе в пункты проведения экзаменов участники будут проходить термометрию. Аудитории предварительно продезинфицируют. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Зачисление высшей учебной заведения пройдет в августе. Призыв на военную службу выпускников этого года отложат. Летняя здравительная кампания начнется предположительно с 1 июля. Отдыхать в лагерях дети смогут только в своих регионах. Также Владимир Путин развенчал все слухи о том, что дистанционную учебу в школе вытеснит очное образование. Он отметил, что такие реплики нужно расценивать как откровенную провокацию. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Саровские автоинспекторы провели со школьниками младших классов онлайн занятий по безопасности дорожного движения. Люди в погонах напомнили ребятам о правилах поведения на улице и проезжей части. Призвали быть внимательными во время велопрогулок. Подробности смотрите в нашем следующем репортаже. Даже будучи на дистанционном обучении, вы все равно у нас продолжаете быть участниками дорожного движения. Выходите в магазины, выходите гулять. Профилактическую беседу в преддверии каникул с учениками школ города сотрудники госавтоинспекции проводят ежегодно. Ее цель – напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения. На онлайн-уроке ребятам рассказали, как правильно вести себя на проезжей части. Объяснили правила езды на велосипеде, роликах, самокатах. Особое внимание акцентировали на том, что недопустимо использование мобильного телефона и наушников при переходе дороги. Для многих ребят ПДД знакомы с детского сада, но далеко не все их соблюдают. К сожалению, правила дорожного движения соблюдает и не каждый взрослый. Переходя дорогу в неположенном месте или не пристегивая ремень безопасности в автомобиле, они показывают не лучший пример детям. Дети, глядя на пример, на взрослых, они повторяют за ними эти ошибки. Потому что, наверное, надо проводить уже урок онлайн. Наверное, может быть, по каналу 16 показывают. Проводить уже такие онлайн-уроки именно со взрослыми. В преддверии Дня защиты детей сотрудники ГИБДД проведут акцию «Сохраним жизнь вместе». Кирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...